Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحابه اجمعين اما بعد Продолжим наш разговор про الْعِعْرَبُ الْتَقْدِيرِيُ скрытое склонение На прошлом уроке, приводя примеры явного склонения الْعِعْرَبُ الْافْدُيرِيُ мы сказали, что поддержный признак الْعَلَامُة الْعَرَبِيُّ бывает скрытым в имени تَقْونا مُقَدْرَةً فِيلِسْمِ по одной из трех причин а именно الْتَعْذُرُ невозможность дать огласовку букью الْثِقْلُ трудность произношения огласовок دَمًا и كَسْرَ над буквой «Я» на конце имени и اشتغال المحل بحركة المناسبة занятость окончания огласовкой огласовкой كَسْرَ без замены первого лица «Я» Итак الْعِعْرَبُ الْتَقْدِيرِيُ скрытое склонение то есть изменение окончания слова по поддержкам чей поддержный признак бывает скрытым это ما это то это такое склонение или изменение окончания يُمْنَعُ مِنَتْتَلَفُذُ بِهِمْ произношению признака которого мешает مَنِعُنْ какое-либо препятствие а именно مِنْ تَعْذُرُنْ невозможность дать огласовку الْفُ أوستِسْقَالٍ или же трудность произношения أو مناسبة или наличие огласовки с соответствием с меню первого лица «Я» Я الْعِعْرَبُ الْمِرِ На этом уроке мы поговорим исчая Аллах о первом из этих трех признаков о первом из этих трех причин или препятствию а именно الْتَعْذُرُنْ невозможность дать огласовку невозможность проявления огласовки произношения падежной огласовки подобные причины бывают на конце имени الْمَخْصُرُ имя которое лечено проявление падежных огласовок именно в конце которого не проявляется падежная огласовка а что же такое الْمَخْصُرُ الْمَخْصُرُ это это имя с изменяемым окончанием на конце которого имеется постоянный или, скажем, неразлучный постоянный алиф, как, например, Аль-Фата, юноша, Аль-Аса, палка, посох, Аль-Машфа, больница, Аль-Мустафа, избранный, Аль-Мустачфа, тоже больница и так далее. Значит, во-первых, это Исм, это имя, Валей-Сафиалин, а не глагол. Даже если положение его окончания такое же, как и у этого имени, как и у имени Алисмаль-Максур, например, Ярда, Яса, Яхша, Юшитара, Юстовца и так далее. Мы это не назовем Максуром, потому что это не имя, все это не имена. Второе условие, это то, что это должно быть Исмон-Муармин, имя с изменяемым окончанием. Значит, если у нас есть имя с неизменяемым окончанием, например, ХАДА, ИДА или МАТА и так далее, то это тоже не будет Исмон-Максуром. Третье, это то, что Алиф на конце, я склоняю его имя, должен быть Алифун-Лязаматун, Ай-Дайматун, постоянным неразлучным Алифом на конце, как, например, Джа-Аль-Фатта, пришел юноша, Ра-Ай-Туль-Фатта, я видел юношу, Мар-Ар-Тубель-Фатта, я прошел мимо юноши. Значит, имя на конце, которое имеется непостоянный Алиф, как, например, слово Яда в Ай-Титаббат-Яда Аби-Ляхабин, подобное имя не будет являться Исмон-Максур, так как Алиф на конце имени Яда Аби-Ляхабин будет только в положении ров, в именительном падеже. А что касается положения Насп или Джар, то есть винительного и родительного падежа, то здесь уже Алифа не будет. Здесь Алиф будет заменен на Я, как признак Наспа или Джара, например, Ра-Ай-Ту-Яда-И-Мухаммадин и Назар-Ту-Иля-Яда-И-Мухаммадин. Следует отметить, что нет разницы между наличием Алифа на конце Исм-Максура, например, Джа-Аль-Фатта, пришел юноша, и между тем, случаем, когда этот Алиф удаляется из-за встречи двух секунд, как, например, Джа-Аль-Фаттан, пришел юноша, то есть какой-то юноша. В обоих случаях падежная огласовка будет скрыта, подразумеваема. В первом случае над имеющимся Алифом Аль-Фатта, а во втором случае Фаттан уже над удаленным Алифом. Основой Фаттани является Фаттайон. Тахар-Ра Катиль-Яу буква Я огласована, а она может быть любой огласовкой. Главное, чтобы предыдущая буква была огласована Фаттай. Поэтому мы говорим Ван Фаттаха Ма Кобляха, а предыдущая буква огласована именно Фаттай. В этом случае Факули Батиль-Яу Алифан, буква Я заменяется на Алиф. Это весьма распространенное правило, о котором мы подробно поговорили в других уроках. Значит, Я здесь заменили на Алиф, который в этом случае будет писаться в виде буквы Я, в форме Я, без точек, Фаттан и Альфата, как различие между Алифом, являющимся в основе буквы Я, как здесь Фаттайон и Фаттан, и между Алифом, являющимся в основе буквы Вау, например, Асавун и Асан. Итак, Алиф, являющийся заменой буквы Я, пишется в виде Я, но без точек, как Альфаттай в основе и Альфата в итоге, а Алиф, являющийся заменой буквы Вау, пишется или изображается, отображается на письме в виде самого Алифа, как Асавун в основе и Асан в итоге. Остановимся на этом и продолжим на следующем уроке.